Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. С вами Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции о цифрах статистики. С начала года на пожары МЧС столичные спасатели совершили уже более 2300 выездов. На пожарах погибли 15 человек, один из них ребенок. 31 человек, в том числе двое детей, пострадали. Более 1850 человек работники МЧС спасли и эвакуировали. А теперь более подробно о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В ночь с понедельника на вторник на проспекте Победителей горела квартира. О происшествии в службу 101 в 2.30 сообщили соседи. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Как позже выяснилось, в трешке на восьмом этаже загорелось домашнее имущество. В горящей комнате на полу спасатели обнаружили 67-летнюю хозяйку жилья. Женщина была без сознания. С отравлением продуктами горения и термическими ожогами ягодиц, спины и нижних конечностей всего 32% тела ее доставили в больницу. На момент ликвидации возгорания из квартир, расположенных на девятом этаже, спасатели эвакуировали 4-х человек. Причиной ЧП, вероятно, стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшей. Середина недели для работников МЧС выдалась спокойной. Серьезных по своим последствиям происшествий в городе не было зафиксировано. А вот ранним утром четверга столичным спасателям пришлось тушить пожар в боксе на станции технического обслуживания по улице Гурского. К службу 101 информация о происшествии поступила от прохожих. Спустя 13 минут после звонка бдительных граждан спасатели ликвидировали пожар. Огнем был поврежден автомобиль Рено Лагуна 2002 года выпуска. Досталось и рядом стоящий 20-летний Маздик Седос. У нее поплавились лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова. В настоящее время причину ЧП устанавливают специалисты. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки того самого сгоревшего представителя французского автопрома. Минск чрезвычайный. Около полуночи с субботы на воскресенье в службу 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного сектора в Первомайском районе столицы. Оперативно прибывшие пожарные спасатели установили, что на территории частного домовладения по улице Светлой горит штукатурная станция. В считанные минуты пожар был потушен, но в результате возгорания было сильно повреждено оборудование станции. Причиной ЧП предположительно стал поджог. А вот кому перешли дорожку владельцы строительной техники сейчас устанавливают специалисты. Уже в воскресенье днем спасателям пришлось освобождать кота, застрявшего в моторном отсеке легкового автомобиля Ситроен С4. Нерадивое животное застряло на ролике натяжителя ремня генератора и самостоятельно выбраться не смогло. Помощь оказали спасатели. Напомню, что в прямые функции МЧС спасение животных не входит. Диспетчер просто не имеет права выслать спецтехнику, куда ему заблагорассудится. Прежде всего ситуация рассматривается с точки зрения человечности. Если есть возможность, например, возвращаясь с вызова, работники МЧС в первую очередь пытаются помочь в тех случаях, где животное не имеет возможности выбраться самостоятельно. А дальнейшее нахождение его в рассматриваемой ситуации может привести к гибели. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Минск чрезвычайный. А в заключении хотелось бы напомнить, что по статистике причиной каждого шестого пожара в Беларуси является нарушение правил пользования электрическими приборами. Уже несколько недель в стране держится ненастная погода. Да, коммунальщики обещают на этой неделе подать тепло уже во все квартиры. Но все равно в осенне-зимний период в жилье тех или иных граждан хоть частенько идут обогреватели, а в некоторых случаях и самодельные тены. Помните, сэкономив на качественном приборе, можно потерять целый дом. Чтобы не стать погорельцем, МЧС рекомендует при эксплуатации электрооборудования соблюдать меры безопасности. Перед тем, как пользоваться прибором, внимательно прочитайте инструкцию. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель или пылесос, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится тусклым, то это верный признак того, что сеть перегружена. А это предвестник пожара. Оставайтесь на главной столичной волне. Слушайте Минск Чрезвычайный и не повторяйте чужих ошибок. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск Чрезвычайный.